Вчера перед сном поговорили с Димой, извинились друг перед другом, дал мне надежду, что когда-нибудь он на мне женится, как только, так сразу. Так тебя же такой ответ вчера не устраивало, как только, так сразу. Ну, он говорил вообще, на таких женщинах, как ты, никто никогда не женится. Меня это обидело. Понятно, но он тебе дает, ты говорил 2-3 года, а ты говорила, нет, я хочу до 29. Ну, он мне сказал другое вчера. Сказал, что... Давай я скажу. Я сказал так, что если по причине здоровья мама не сможет сюда приехать, да, то если есть такая возможность, да, у ведущих отпроситься, там, на неделю-полторы, да, домой, не так же познакомить Олю со своей мамой, Оля познакомит меня со своей мамой. Да сейчас цель помириться с твоей мамой. Понятно. Дальше. Ну, я рассказываю, как я... Я ему говорю, есть такая возможность сюда ее позвать? Пусть увидит, как у нас отношения развиваются. Как я к тебе отношусь. Да, но ты... Что я рукоприкладцами занимаюсь, что я меняюсь. Да, но ты вчера услышала... Потому что она вчера, опять же, мы вчера ей звоним, она вообще, Димочка, мне плохо, там, у меня приболело, у меня бронхит. Я говорю, сочувствуем вам, выздоравливайте. Все, Дима, пока, все. Мама, это я твой сын. С тобой буду разговаривать? С ней нет. Ты сильно утрируешь, мама говорит. Мама сказала по-другому. Я говорю, как есть, Дим, давай не будем. Мне делать замечания, как я говорю. Я говорю, как есть. Нет, подожди, она не... Когда ты начала, то есть, вставлять свои слова, как бы, понятно, что, потому что ты хочешь помириться так же с ней. И ты выздоравливаете, там. Я говорю, выздоравливаете, да. Мама, конечно. Женщина твоя со мной категорически против общаться, даже слышать меня не хочет. Мама, не женщина. Мама, какая женщина. Да хватит меня поправлять. Эта женщина меня оскорбляет. Эта женщина пожелала мне смерти. В чем дело? Что такое? Если бы Тимур назвал, мы маму, это женщина. Твоя мама по-другому к тебе относится. Я тебе еще раз говорю, что я такого сделала, что кто она мне? Моя мама вообще говорит, ей не звоните. Эта женщина не отчаялась. А она тебе никто. Зачем ты тогда с ней хочешь помириться, если она тебе никто? Боже. Я еще раз говорю. Она, я иду к ней, с ней на контакт. Я хочу с ней помириться. Я еще сюсю-мусю. Она меня швыряет. Что я должна делать? Что? Ну, молчать, глаза на это все закрывать. Я же не называю эту маму так. Ну, она же женщина. Ну, кто она мне? Ну, она женщина. Она женщина. А моя мама, моя мама, это женщина. Ты называешь это так. Да не об этом сейчас. Как помириться с твоей мамой? Оля, как ты помиришься с его мамой, если ты сидишь за столом, завтракаешь и ему говоришь, так, быстро, четко, развернутый ответ. Что это вообще за общение двух людей? Ну, представь, он бы тебе поворачился и говорил, слышь ты, корова, жри давай, и быстро, четко, развернутый ответ давай мне тут. Ну, это некрасиво с тобой смотрится. Мама, я встала не с той ноги, у меня нет настроения. Так он не виноват же в этом. Я встала уже, он ничего не может сделать. Что он должен сделать? Помирить нас с мамой. Она не хочет с собой мириться. Что он ей должен сделать? Голову отвернуть. Но он ее лучше знает. И что? Он знает, поэтому он не виноват. Да не ори ты на меня. Что ты на меня орешь, блин? Ненормально, что ли? Ненормально, а ты сейчас ты на меня орешь. Оля, успокойся. Что успокойся? Ну, успокойся, ну что ты. А почему так я разговариваю? Тоже.